Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку, и добро пожаловать на новый ролик. Сегодня у меня тема, которая уже однажды была в подобном формате на моём канале, и вот почему-то в средине этого года мне захотелось её повторить, потому что мне она показалась валидной. Это видос, на котором я хочу вам рассказать про пять альбомов, которые вы, возможно, могли пропустить в этом году, но которые я очень советую. Соответственно, можете посмотреть, у меня был такой ролик два года назад. Тут я хочу обсудить менее хайповые альбомы от, в целом, известных артистов, которых вы, возможно, слышали, но, возможно, у вас просто не дошли руки или какой-то фокус внимания из-за того, что очень много крупных релизов от очень популярных артистов в этом году, и, возможно, до кого-то просто вот у вас, скажем так, обзор и кругозор не добрался, но кого лично я вам хочу посоветовать, как интересные, классные работы, с которыми вы можете провести остаток этого года очень даже отлично, послушать, влюбиться в них, узнать побольше, может быть, об артистах. Я подобрал пять альбомов в более-менее разных жанрах, чтобы вы в целом могли послушать, что я вам скажу о них по чуть-чуть, возможно, что-то вас заинтересует, и вы понимали примерно, что из этого вам более-менее подойдёт, и могли послушать. Ну, а если вы что-то из этого слушали, то можете просто ещё раз, как бы, узнать моё мнение, оценку этим альбомом и вспомнить хорошее, скажем так. И как вы могли понять, все те альбомы, которые вы видели в качестве такого бейта на обложке данного ролика, о них мы, естественно, говорить не будем. Тут мы будем говорить об альбомах, которые не настолько популярны, хайповы, знаете, не то, что висит на первых строчках чартов, поэтому поехали. И первый альбом и жанр, в который я хочу окунуться, это пост-хардкор, инди и арт-рок. И в этот жанр я решил отнести альбом от Glass Beach под названием Plastic Death. Это был один из первых альбомов в этом году для меня, который я не просто слушал для себя, но ещё и брал на оценку, на какую-то рецензию. И, учитывая, что это было самое начало года, начало этого года было очень даже ярким и интересным, потому что мне очень понравилась та работа, которую проделала группа над этим альбомом, потому что я не был с ними особо знаком. Для меня они в целом были, знаете, представителями одного неудачного кавера, это Welcome to the Black Parade, который мне от них совершенно не зашёл. Поэтому в целом у меня были, вроде как, знаете, очень открыты глаза на то, что они могут создать со своим новым альбомом, и я не прогадал. Этот альбом — это такое, знаете, погружение в глубину какого-то вот красивого мира размышлений и изоляции. Я считаю, что в этом альбоме очень точно и красиво подобрана его обложка, в целом цвета, потому что в целом, слушая эту пластинку, действительно в это всё, как будто ты погружаешься на какую-то глубину. Этот альбом не даёт тебе времени на какую-то, знаете, разминку, сразу начинает как будто вместе с тобой нырять в какой-то океан эмоций и интересного повествования. Мне нравится, что этот альбом очень многослойный, потому что каждая песня как будто состоит из огромного количества каких-то маленьких деталей, которые очень красиво складываются в свою такую небольшую музыкальную вселенную. И всё это красиво подводится через какие-то вот меланхоличные ходы, но при этом почти всегда очень красиво и эпично раскрывается в финале. Для меня он очень мифический, местами немножко психоделический, но очень манящий. То есть, знаете, альбом, в котором немножко хочется вот утонуть. И при этом тут хорошо работает всё смешение жанров, которые у них случилось, потому что тут у нас и какие-то поджанры рока, опять же пост-харкор, какой-то эмо-стайл немножко. И каждое их заигрывание с жанром, оно не перенасыщало работу, а лишь брало какие-то точечные моменты, которые помогали раскрыть в целом полную историю альбома и его звучания. При этом оставляя ему, знаете, какое-то пространство для того, чтобы дышать и как-то музыкально дальше развиваться и не бить сильно в мозг. Для меня, наверное, самыми запоминающимися композициями стали 200, Comatose и Whale Fall. Но это также работа, которую я рекомендую от начала до конца, потому что она очень круто собрана вместе. Для меня это альбом, который видно, что создавался с огромным вовлечением в процесс и желанием творить. А я такое всегда очень ценю, особенно когда результат в итоге такой приятный. И моя оценка этому альбому 8.3 из 10. Второй альбом у меня в жанре кантри, американо и фолк. И это Зак Брайан с альбомом The Great American Bar Scene. Мне в целом Зак Брайан понравился еще со своим дебютником, прошлогодним одноименным селф-тайплом Зак Брайан. Но если тот альбом как будто помог его поставить на радар везде, то есть он появился в чартах активно, он получил свою первую номинацию на Грэмми, то с новым альбомом, который вышел буквально несколько недель назад, еще совсем новье, он как будто больше начинает изучать свою творческую составляющую, понимать, кто он как артист и представлять что-то свое личное. Для меня это кантри-музыкант, который будет понятен по сути любому слушателю, у которого спектр музыкальный не сосредоточен на каком-то одном конкретном жанре, то есть если вы более-менее открыты к любой музыке, вы нормально воспринимаете хорошее кантри, то вот Зак Брайан это тот представитель, которого действительно хочется рекомендовать. Потому что лично для меня Зак Брайан это потрясающий рассказчик, который не боится в рамках своей музыки изучать какие-то свои внутренние эмоции, переживания, возможно то, что не всегда доступно мужчинам в кантри-жанре, который, понятно, для кого не секрет, многое кантри-музыка, это музыка красных штатов, но тут это как будто интересный диалог и размышления человека с самим собой, который настолько тонко подмечает все, что происходит не только с ним, но и в целом со всем, что происходит вокруг, а что вот он, знаете, прям тот человек, который душевно сядет перед тобой с гитаркой и начнет так хорошо стелить, что ты просто не сможешь оторваться. И мне очень нравится, что данный альбом опирается не чисто на кантри, а вбирает в себе очень много фолка, американы, даже местами рок-музыки. Потому что альбом довольно длинный, но вот эта смесь жанров дает, думаю, достаточное количество разнообразия, чтобы удерживать внимание. И несмотря на то, что в какой-то момент где-то в середине альбом чуть-чуть все-таки проваливается, из-за чего-то этого обидно, он все равно красиво выводит нужную тематику и выдает достаточное количество потрясающих песен, как, например, песня «28» с этого альбома, которая просто невероятная, вот правда. Плюс там довольно крутые коллаборации вроде Джона Мэйра и Брюса Спрингстина, тоже вроде как, знаете, кто-то более экспериментальный, Брюс Спрингстин, который вроде как легенды своего жанра, и это все звучит настолько правильно собрано и настолько подходяще, что ты просто как будто не можешь оторваться от, во-первых, красивого тембра Зака Брайана, глубокой лирики, умной игры со словами. Плюс все это в очень правильном инструментале и звучании, что это вот как будто для меня тот самый концепт идеального кантри альбома. И для меня это оценка 8.2 из 10. Ай, я снялся, пап, я снялся. Я прям плейбер, да, через все мои. Бля, бля, писалось. Бля, там целое песнище, подожди. Это было моим интересом, чтобы получить эту элитию. Я верю, что в лучшем интересе моей партии и кучи, мне нужно стендереться и фокусировать на фокусировании моих дуги как президенту для Кангстанский Слопа. Нет, это не было. Я прям, я просто стою на теги, если я учител. Я открываю, но я думаю, что я на есть где-то русское. Пап, я не снялся. Блин, на чём я закончил? Третий альбом в моём списке, он в жанре инди-рок, и это альбом от Vampire Weekend с альбомом Only God Was Above Us. Я считаю, что этот альбом получился просто умопомрачительным. Этот альбом можно просто включить в уши и идти просто одному против всего мира. Мне кажется, это настолько потрясающее музыкальное мастерство, потому что он настолько авангардный, очень нетривиальный, очень насыщенный музыкально и текстово, настолько глубокий, настолько красивые размышления, это настолько вдохновляющее творчество, что для меня такие альбомы всегда очень ценны, знаете, именно для души, как для критика, потому что это как будто бы настолько смело и глубоко, что ты просто хочешь сидеть и впитывать, потому что ты как будто слушаешь большую интересную историю человека, который уже столько всякого, знаете, говна в жизни повидал и столько всего проанализировал, что ему есть что тебе сказать, а твоя работа просто умно и вдумчиво слушает всё то, что тебе хотят сказать. Вот именно таким, наверное, для меня этот альбом стал, и я безумно рад, что в целом группа продолжает творить, потому что это далеко не первый очень крутой проект, но для меня это невероятный хайлайт, в котором просто хочется не то что раствориться, как я люблю использовать, а хочется очень внимательно анализировать. Такие альбомы это просто на вес золота, и для меня это оценка 8.5 из 10. Четвёртый альбом в моём списке, это что-то близкое к дэнс-попу и в целом поп-музыке, это Рэми Вульф с альбомом Big Ideas. Для меня её альбом стал, знаете, очень ярким каким-то исследованием звука и эмоций, где она очень плавно, очень ярко и очень легко перемещается между границами разных жанров и везде с потрясающей, знаете, залётной такой вот какой-то озорливой искрой пролетает и звучит очень даже мощно. Для меня этот альбом и в целом её исполнение, потому что это всего лишь для неё Softmore, второй альбом, они мне показались очень индивидуальными, очень харизматичными. Достаточно остроумные тексты, хорошая продюсерская подборка, со смелыми решениями, это то, что заставляет с превеликим удовольствием послушать этот альбом от начала и до конца. Потому что, с одной стороны, у нас тут в большом количестве есть довольно много обид текстов, каких-то очень динамичных моментов, но при этом на многих из них очень много хорошей глубокой лирики, которая показывает артистический рост, то, как в целом она может себя презентовать как автора, как исполнителя. Я считаю, что это невероятный поток креатива и потенциала от новых молодых артистов, на которых потенциально можно делать хорошую ставку на будущее. Для меня этот альбом на 7.9 из 10, и, как знаете, вот такое что-то новое на радарах, какие-то новые артисты, вот как, например, в прошлом моём ролике два года назад я всем рекомендовал Wet Lag, наверное, тут вот эту функцию для меня выполняет Рэми Вульф. И пятый альбом в моём списке, категория инди-фолк, и это Адриан Ленкер с альбомом Bright Future. У этого альбома, ещё когда я его только послушал и писал свою первую рецензию, есть определённая вот эмоция, это вот, знаете, очень уютно сядь и включи кассету, вот прям старую кассету. Потому что именно так писался этот альбом, прямиком на кассету, то есть на плёнку, с полностью чистыми какими-то эмоциональными посылами, с живыми инструментами, живыми эмоциями в голосе. Это то, что мы, наверное, не привыкли слышать из-за того, что сейчас музыка вся очень overproduced. Это вот, знаете, такая вот прям живая нить повествования, вот это, знаете, такая вот просто голая игла эмоций. И я считаю, что когда вот, знаете, не стирают вот это всё на постобработке и мастеринге, и когда ты подаёшь себя, ну, естественно, в таком жанре, понятно, что это там вряд ли сработает для какой-нибудь родины по песню, но тут это сливается во что-то просто невероятное. Это как будто огромные объятия человека, который готов просто раскрыть тебе всю душу, поделиться чем-то самым сокровенным и интимным. Эта работа очень утончённая, но при этом достаточно вариативная, чтобы тебе не становилось скучно, и ты с огромным интересом продолжал следовать вот этой вот истории. Потому что, ну, истории тут как бы есть что слушать. Потому что авторская глубина Адриан просто поражает, она с таким мастерством проводит тебя через всю свою историю, что ты просто даже не замечаешь и не осознаёшь буквально в моменте, что ты с ней как будто прошёл целый отрезок её жизни, и ты уже с ней как будто связан, знаете, какой-то невидимой нитью. И это то, что ты запоминаешь, и то, что у тебя откладывается в памяти, и начинает работать на каком-то, знаете, подсознательном уровне, и что тебе это уже не кажется, ну, знаете, какой-то вот музыка, которую ты вроде как послушал, но и послушал. А это то, что тебе кажется уже чем-то личным. Поэтому, конечно, этот альбом можно приводить в пример как мастер-класс того, как можно работать со словом, что по-прежнему, наверное, является самым сильным, что существует в музыке. Это, наверное, такой вот идеальный пример ненапыщенного, очень простого, но очень мощного и трогательного инди-альбома. И для меня это оценка 8.3 из 10. Ну что, вот такие вот у меня 5 альбомов за первую половину 2024 года, которые я хочу вам порекомендовать. Обязательно напишите мне в комментарии, может, вы уже что-то слушали из этого. Если нет, то что вам, на первый взгляд, показалось самым интересным, что вы хотите послушать. Если вы что-то решили послушать, то послушайте, обязательно вернитесь в комментарии, напишите мне ещё раз, что вы послушали, как вам, что вы вообще думаете. И также расскажите мне, какие альбомы из не каких-то крупных и мейнстримных в этом году вы можете порекомендовать. Может быть, я что-то пропустил, может быть, кто-то из зрителей, тех, кто будет читать комментарии, тоже что-то для себя интересное почерпнут. В общем, не забывайте поддерживать ролик лайками и комментами, это всё очень важно. Я надеюсь, вам понравилось, и что-то полезное вы, возможно, для себя почерпнули. А у меня на сегодня всё. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.